После трехнедельного отсутствия Тверской «Динамо» вернулась на домашний лед Дворца спорта «Юбилейный», сыграв с одним из лидеров высшей хоккейной лиги «Сканева». О том, как это было, выяснила наша съемочная группа. На матче с петербургским «Сканева» на Тверском льду состояло сразу два «Динамовских» возвращения. Место воротах занял вернувшийся из главной команды Игорь Тяло, а в первой паре защитников появился восстановившийся от травмы Дмитрий Грищенко. Белоголубые начали по-хозяйски. Несколько раз серьезно обеспокоив голкипера армейцев Никиту Лысенкова. Но, по сути, первый острый эпизод у Тверских ворот превратился в гол. Даниил Савунов получил блестящую передачу из-за ворот и без проблем разобрался с Игорем Тяло в ближнем бою. Забитая шайба помогла гостям освоиться на льду «Юбилейного» и стартовое преимущество «Динамовцев» растаяло. Армейцы контролировали игру, а Тверской команде оставалось только ловить свой шанс в контратаке. На перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу хоккеистов Санкт-Петербурга. Я думаю, немножко команды осторожничают. Мы там играли, но у нас было преимущество. Мы играли в Питере, ну, всегда в чужой зоне. Сейчас они немножко добавили, мы, может, немножко где-то осторожно начали. Но в конце уже, как бы, я по себе, я думаю, ребята чувствуют, что можно играть сейчас в активный хоккей и переводить игру в ту зону, как бы, и играть там. Мы все ребята понимаем, что, как бы, нужно добавлять, тем более, столько народу пришло, и нам нужны очки. Игра дается, игра дается, и мы выиграем. Вторая 20-минутка не принесла изменений в положении дел на ледовой площадке. «Динамовцы» безрезультативно искали подходы к чужим воротам, натыкаясь на армейские редуты, на последнем рубеже которых был безупречен Лысенков. В свою очередь, гости были гораздо изобретательнее хозяев в атаке и удвоили свое преимущество. Да и сам гол получился очень похожим на первый – беспрепятственный выход на пятачок и бросок с неудобной руки под перекладину. Цифру 2, рядом с надписью «Сканева» на табло зажег. Василий Глотов. Нам продолжать, как бы, играть во всех трех зонах, как бы, сначала в зоне защиты, хорошая оборона, затем, ну, хороший переход из обороны в атаку и хорошая позиционная атака и с бросками на ворот. Побольше атаковать, побольше бросать на ворота, создавать помеху вратарю и также хорошо проводить время в своей зоне. Третий период хоккейный клуб «Динамо» начал на максимуме своих атакующих возможностей, на что армейцы «Невы» ответили образцовой игрой в обороне. При этом откровенно опасных периодов подопечные Сергея Орешкина создать не сумели. Более того, Игорь Тяло совершил больше сейвов, чем его визави. Итог – поражение «Динамо» со счетом 0-2 от одного из лидеров высшей хоккейной лиги.